друзья всем привет и конечно же добро пожаловать на наш канал сегодня я хочу рассказать о нашем очередном обращении к педиатру в германии опять получилось все случайно и не знаю опять повезло ли нам или это уже такая закономерность или так происходит всегда не знаю не могу судить слишком мало на самом деле обращение было но каждая из них на мой взгляд достаточно удачно и результативно сегодня речь пойдет о том что нам наконец-то дали школу об этом расскажу позднее да то есть места в школе мы сразу скажу что школы очень остались довольны несмотря на то что эта школа не то которую изначально мы ходили но как говорится все что не делается делается к лучшему не устаю это повторять сейчас я выбрала такое тихое место потому что к сожалению что-то случилось с нашим микрофоном и я постараюсь здесь рассказать о нашем посещении педиатра надеюсь будет слышно в общем поскольку нам дали школу мы пришли туда узнали что нужно делать и одним из пунктов оказались две прививки от кори если бы наверное я озадачилась этим вопросом раньше я была бы наверное к этому готова но как-то вот у нас в россии опять-таки нет контроля такого ярко выраженного за прививками то есть у нас принимают детей без прививок в школу да у кира у нас был как я уже рассказывала после одной неудачной прививки она перенесла тромбоцитопения и у нас был официальный отвод от прививок на один год и не официальный на пять лет то есть врач настоятельно рекомендовал не делать никаких прививок не делать никаких вмешательств на протяжении пяти лет собственно пять лет вот только что как раз полгода назад закончились но честно говоря прививки делать у меня желание не было но тут сказали и деваться некуда и мы пошли к педиатру опять-таки пошли мы как просто в день обращения попали на прием я взяла прививочный сертификат дочки он на самом деле практически пустой там были только ну прям самые элементарные прививки которые делались на первом году жизни вот я с этим сертификатом подошла опять-таки в регистратуру приемного кабинета педиатра до объяснила что так и так нам нужно объяснила что нам нужно в понедельник выходить в школу а к сожалению у нас нет прививки нам бы попасть на прием на ресепшене конечно же сказали что это сделать очень трудно потому что мы не записаны а плановая запись у нас на 23 по моему марта вот я опять-таки попробовала объяснить что без этого нас не пустят в школу а мы так уже два месяца находимся на территории германии даже даже уже скоро как 3 и ну нам нужно идти в школу в этот понедельник опять-таки позвали врача врач русскоязычный я объяснила эту историю всю врачу врач конечно же вздохнула но сказала что же с вами делать и попросила подождать ждали мы кстати совсем недолго и буквально там через полчаса пригласили нас в кабинет к слову сказать сегодня мы попали совершенно в другой кабинет не в тот в котором нас у нас брали кровь в первый наш прием у педиатра но я хочу сказать что ожидание в любом из кабинетов достаточно комфортно потому что есть игрушки для деток деревянные игрушки издающие всевозможные звуки а есть ростомеры есть зверюшки в которых показаны органы тела человека поэтому в принципе деткам есть чем заняться кости дакеры на ручки на ножках все что внутри человека до сердечко органы кишка головки ничего не открывается и тут вот скелет человек орел пышки полезный какой мишка да полезный мишка меру давай померим твой рост все отходи отходи уже 130 небольшим кира сто тридцать один где-то а тут видела вот слоник есть кир давай показывай личико кто еще есть как у бабушки в деревне до . ну интересно да интересно как рексику бабушки в этом кабинете кирочки сразу же сделали прививку я вот прям обращаю ваше внимание на то что прием произошел в день обращения то есть вот как говорят да о том что там два три пять месяцев ожидания приема врача это на самом деле да правда если это плановый прием но если нужно вам попасть по каким-то причинам срочно к врачу ну вот в нашем случае уже прошел третий раз третье обращение и нам не отказали но я на самом деле этому очень рада я рада что здесь откликаются на призывы к помощи на просьбы о помощи естественно я не пришла и не начала ничего требовать да естественно я просто попросила войти в наше положение понять нашу ситуацию и попросила о помощи да и нам помогли нам не отказали то есть но у меня вот лично складывается такое впечатление что если вы обращаетесь по хорошему по доброму объясняете ситуацию но не просто грубо говоря стучите кулаком о стол да и требуете приема то вам но не откажут вот ну это мое мнение возможно я могу ошибаться да но пока складывается именно такое мнение вот нам тут же сделали прививку дочка в принципе побаиваться прививок она прям я видела что она была очень напряжена но к моему счастью она даже не заметила что сделали то есть она сидит также напряжение ждет и доктор говорит что все прививка сделано и она такая мама как ну вот дочка на сегодня где с тобой были что делали больно тебе было . а тебе понравился наш врач а что дают в больнице после посещения добрый доктор киры а в больнице самой нравится приятно находиться но все теперь мы куда пойдем а где больница находится . вон там находится больница да это у нас самый-самый центр получается района дортман до люткин торт там ничего не видно правда солнышко светит здесь вот центральная площадь и прям на этой кирочка и прям на этой центральной площади находится детский кабинет детского врача и сегодня мы сделали первую прививочку пойдем то есть прививку сделали ну не больно просто не больно вот и и после этого взяли наш сертификат врач сказала что если было бы в нем много прививок то она бы просто дала нам справку о том что кире сделали прививку от кори но в силу того что как я уже сказала ранее сертификат дочки был практически пуст из-за отвода до прививок то врач сказала что она сейчас приведет я сейчас покажу сертификат российский до который у нас был и следом за ним тот сертификат переведены желтенькие вот привычный сертификат уже нынешние немецкие друзья ну вот как и обещала показываю сертификат о профилактических прививках который выдается в россии это сертификат кирова такой голубенький я клеила скотчем чтобы он просто не погнулся и ну не износился со временем так и вот у нас план того что нам нужно было сделать но мы так и не сделали все отводов или вы киры есть только вот самые самые основные прививки те которые делаются на первом году жизни вот и собственно все дальше он пост сейчас покажу немецкий не могу еще не показать как красиво у нас сейчас за окном идет снежок на улице это вот соседний и доник снежок падает вообще красота еще мы не убрали новогодние гирлянды помните обычно это делаем после дня рождения сына после двадцатого января здесь кстати вот тоже еще покажу здесь дети выращивают лучок у каждого своя луковица молодец тоже так делали вот сейчас он уже пустил корешки лучок и потом отсюда пойдут зелененькие перья и будем их резать салатик вот так ну а теперь покажу вернусь к делу так сказать и покажу сертификат немецкий который нам выдали он вот такой вот желтенький и сюда вот нам перенесли тоже все наши прививки вот те что были и вот то что нам поставили перед школой прям день обращения о чем я рассказывала вот 11 января двадцать четвертого года и все и дальше он пуст теперь как я уже говорила нам на прием примерно в середине марта и там нам составят график прививок на чтобы проставить то что является обязательным и необходимым в силу возраста то что можно ставить можно не ставить ставить не будем вот так выглядит немецкий сертификат вот так тоже обклеиваю скотчем потому что вот у них в тоненькие листочки чтобы не потрепался чтобы не вышел из строя быстро мне очень нравится я просто проклеиваю скотчем я со школьных лет на самом деле так делаю и он как новенький единственном так вот блестит на камере здесь если врач разрешит не знаю вдруг там какие-то ставятся отметки на первую последнюю страницу если врач разрешит и сделает то же самое ну собственно вот так вот прошло наше очередное обращение к врачу к педиатру в германии опять таки я хочу обратить внимание на то что мы всем довольны благодарны за то что относятся ну просто по-человечески входят до в ситуацию набрать очень мило рассказала по прививкам сказала что нам нужно будет прийти по термину который вот у нас в марте и врач составит нам график прививок который нужно будет сделать сказала что мы же анализ крови сдавали что кровь в порядке и что она не видит дальнейших поводов для отвода от прививок ну и еще надо сказать что в россии мы тоже заходили к врачу у которого кира наблюдалась долгое время после вот этой неудачной нашей прививки и врач тоже сказал что он не видит причин для дальнейшего отвода что отводы все нужно снимать и что ну в принципе это такое заболевание которое вот но организм раз дал сбой и в принципе она повторится не должно поэтому говорит смело можете делать все прививки собственно знаете после этого приема мне показалось что если бы и сейчас достала прививочный сертификат сына и попросила бы перевести его мне кажется что врач даже здесь пошел бы навстречу но мне стало честно говоря неловко потому что нам и так пошли навстречу да мне стало неловко попросить еще перевести сертификат сына просто потому что но у него все прививки есть согласно его возрасту и все прививки у сына есть и ну в принципе достаточно было нашего самостоятельного перевода его прививочный сертификат для того чтобы нам пойти в школу то есть мы его сделаем самостоятельно с помощью гуглопереводчика вот потому что естественно в медицинских всяких терминах не силен даже муж но врач сразу сказала говорит давайте чтобы вам было проще я вам дам как раз таки справочку о том что у сына есть прививка от кори говорит это самая необходимая прививка для поступления в школу и у вас не будет никаких проблем и возможно даже сертификат переводить не придется мы взяли эту справку но сертификат на всякий случай конечно все равно переведем вот собственно так вот опять таки на позитивной ноте прошел наш очередной незапланированный прием у педиатра на который мы попали в день обращения так что так вот ребят просто поделилась тем как это происходит у нас благодарю вас за просмотр и может быть кому-то эта информация пригодится всем хорошего дня пока пока до скорой встречи но собственно после того как было сделано такое большое дело как поставлена первая прививка в германии причем поставлена в день обращения и получается что мы успели сделать это к школе чем очень рады мы с дочкой зашли в небольшое кафе которое находится в центре людген дортмунда рядом с кабинетом педиатра дочка взяла себе здесь вкусное пирожное ну а моя по традиции капучино